Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите новости на канале Инстатв. Макроэкономические данные, характеризующие состояние американской экономики, не помогают доллару восстановить потери, понесенные на закрытии прошлой торговой недели. Котировка индекса доллара США по-прежнему находится вблизи 7-месячного минимума, куда опустилась после разочарования рынком данными по занятости в США. Вчера покупатели доллара так и не проявили активности, что вполне объяснимо. Данные относительно развития ключевого сектора американской экономики, сферы услуг, указали на негативную динамику. В мае индекс АСМ для непроизводственной сферы США опустился с 57,5 к уровню 56,9 пункта. Стоит отметить, что аналитики ожидали коррекционное движение индекса вниз. Но консенсус прогноз предполагал снижение графика к уровню 57,1 пункта. Столь слабые данные дают основания членам ФРС пересмотреть свои планы по срокам повышения ставки. Многие торговые инструменты воспользовались слабостью американской валюты. Наиболее активно растет график с золотом. На открытии вчерашних американских торгов тройская унция металла стоило 1281 доллар. Это максимальная позиция котировки за последние шесть недель. Спрос растет на все активы тихой гавани, среди которых числится и золото. Теракты в Великобритании, неопределенность исхода парламентских выборов в Великобритании, политический накал в Вашингтоне. Список пополнился катарским конфликтом. В такой обстановке инвесторам вполне логично перевести средства в золото и иену. Ну а о том, как будут развиваться события дальше, вы узнаете из наших дальнейших выпусков на канале Инстатв. Всего вам доброго, до свидания.